итак друзья всем привет в этом видео речь пойдет о тумбочке под раковину которую я буду делать сам своими руками ну и как это все будет происходить и что у меня получится конечно смотрите я продолжаю а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После подготовки и распиловки всех необходимых деталей для нашей тумбочки переходим к самой сборке этой тумбочки. Две части верхней и нижней, и две части боковые. Все, теперь вот для этого всего добра мы должны собрать что-то подобие ящика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот выглядит каркас нашей тумбочки. Вниз, вверх и две боковые стенки. Процесс сборки ящика для раковины идет полным ходом. Уже, как видим, уже изготовил торцы. По этим торцам, вот в этой серединке, будет у нас выдвижная полка. Ну, как я показывал, вот эта... Нет. А вот, кстати, она здесь лежит, вот эта вот самая дверь. Она будет у нас выдвижная полка. Ну, таким вот нажатием нажать, и она выдвинется. Так, ну, теперь что? Теперь, так как уже торцы, все уже сделано, лицевая часть, переходим сейчас к изготовлению вот этой самой выдвижной полки. Вот дверь, она стоит. Вот эта дверь у нас, вот тут даже надпись есть, что это дверь. То есть, оставили зазор по 2 миллиметра, вот по всему периметру. Используем крестики для плитки, чтобы создать, ну, сделать этот зазор одинаковый. Потом закрепил, закрепил на саморез эту дверь, чтобы она не вывалилась ни туда, ни сюда, то есть ни вперед, ни назад. С обратной стороны поставил вот такие вот опорки, подпорки. Вот, и все, теперь нам нужно будет вот с этой стороны уже соорудить сюда ящик. И сделать здесь выдвижную полку. Продолжаю делать тумбочку. В тумбочке у нас должен быть ящик. Делать его я буду из более симпатичного материала. Взял сразу готовый продукт, МДФ-панели, размером 40 на 80, 20 на 80, из которых сейчас я вот на этом вот станке вырежу необходимые мне, необходимого размера доски и соберу из них уже ящик, который потом прикручу вот к этой дверце с обратной стороны. И у меня будет уже работать она с помощью нажатия открываться и закрываться. Ну и, соответственно, вот эти вот доводчики с роликами. Вот такой вот конструкции. На такой конструкции она у меня будет все это держаться. Но это уже будет потом. А сейчас мне нужно будет нарезать из этого размерами, нужными для того, чтобы сделать ящик. Внутренний ящик для полки, который будет у нас выдвигаться, собрал. Собрал его из кусков МДФ-а. Также взял это все влюблено. Белого цвета нарезал на станке. Для тех, у кого нет станка, можно нарезать прямо там, по размерам, которые вам нужны. Так, теперь что нужно? Теперь к ним нужно прикрутить вот эти вот рельсы. И уже потом соединить все это с этим ящиком. Итак, вот такого вида получилась у нас тумбочка. Теперь, сейчас, вот так вот она у нас будет выкатываться. И закрываться. Так, теперь этой тумбочке нужно будет придать более такой красивый вид. То есть, нужно будет ее сейчас отшпаклевать шпаклевкой по дереву. Замазать все вот эти места, где у нас саморезы вкручены. И места, где у нас не будет мозаики, я его покрашу в специальную краску водоотталкивающую, чтобы сохранить древесину от попадания на нее влаги. То есть, чтобы она у нас со временем не разрушилась и не испортилась. И не вздулась. То есть, вот эта сторона, где у нас не будет мозаики, также внутренняя часть, где у нас также не будет мозаики, она будет у нас покрашена в белый цвет. Специальной краской водоотталкивающей. Так, ну вот это у нас уже и есть, естественно, белое. МДФ, так что ее мы красить не будем. А, ну все, переходим к доработке тумбочки. А, ну перед этим, конечно, нужно сделать вырез в том месте, где будет у нас вставляться раковина. Итак, для того, чтобы сейчас доделать эту тумбочку, то есть вырезать отверстие под раковину, уберем сполку вырезной. Она нам пока не нужна. И вырезаем в тумбочке отверстия. Раковину положили вверх ногами. И теперь по контуру, по периметру раковины нужно отметить карандашом контур раковины. И уже с помощью лобзика с помощью лобзика мы сейчас вырежем отверстие в тумбочке для того, чтобы раковина у нас легла бортом на фанеру, то есть на тумбочку. То есть, соответственно, нужно будет резать меньше чем, то есть не по линии, а уже соступом от нее. Отступ мы будем делать где-то... Ну, я думаю, 3 сантиметра сделаем отступ. Главное, чтобы здесь тоже он прошел. Да, проходит 3 сантиметра по периметру. А здесь... Угу. Все хорошо он проходит. Вот, получается, от этой линии, от этой черты сейчас будем 3 сантиметра отступать и вырезать уже лобзиком отверстие под раковину. Ну, вот, как-то так. Ладно, сейчас все это зашкуруем и потом продолжим дальше. Итак, шпаклевать нашу фанеру мы будем вот такой вот шпаклевкой по дереву. шпаклевкой по дереву супер пластичной. Ну, уже не первый раз я ей работаю, так что знаю, как она ляжет и знаю, как она будет выглядеть потом. Так, и сейчас вот ее, вот эту самую шпаклевку мы будем наносить с помощью шпателей на всю поверхность. Также по торцам обязательно пройтись надо будет. Потом уже все, индишки мы закурим. И там, где у нас не будет мозаики, это торцы, внутренняя часть. Все это мы покрасим в белый цвет. Краску потом я покажу позже. А там, где уже будет у нас мозаика, где будет у нас мозаика, там мы не будем красить, а просто ее приклеим. Ну, сейчас покажу начальный этап работы, как я буду шпаклевать. Думаю, дальше вы уже сами все поймете. В этом ничего сложного нет. Также шпаклюется, как и стены. Сначала замажем все отверстия, аж смотри, там, где были у нас еще стучки. Так, все вот это замазываем. Ну, в общем, после того, как мы ее отшпаклюем, эта шпаклевка, вот эта вся конструкция, вот эта вся фанера, она у нас станет белого цвета. Ее мы также спокойно можем отшкурить, если нужно будет еще раз отшпаклевать. Но я думаю, необходимости в этом не возникнет, по крайней мере, до лицевой стороне, потому что туда мы будем приклеивать мозаику, а мозаика впоследствии все равно затрется. Поэтому вот торцы, я думаю, все равно придется пройти пару раз. Потому что торцы все равно, они более такая шероховатая поверхность. И с первого раза, я думаю, поклевка у нас на них не ляжет. Ну, в общем, я вам объясню. Принцип работы. Берем шпаклевку и наносим по всей поверхности, по всей поверхности конструкции. В данном случае у нас белый. Субтитры подогнал «Симон» Подписывайтесь на канал и ставьте пальчик вверх, если вам уже все нравится. Либо концовки, вы увидите то, что у меня получилось. Продолжаем работу. Что у нас сейчас произошло? Отшпаклевал я дверь. Отшпаклевал я тубочку. Дверь я уже отшпаклевал два раза, поэтому сейчас я буду ее красить. Лицевую сторону мы не трогаем, потому что она у нас будет отклеена мозаикой. Будем красить мы внутреннюю сторону и торцы. Они у нас, обладываться мозаикой, не будут, поэтому нужно нам придать им такой более приемлемый вид, то есть покрасить белый цвет. Чем же мы будем ее красить? Будем ее красить, соответственно, краской. Так, будем красить ее краской. Ну, взял вот такую вот краску. Почитал по составу высокоукривистая, моющая защита против плесени. Ну, соответственно, она как раз подходит для той среды, где очень влажно. А как известно, что раковины это самое влажное место, естественно, после их ванны. Я буду использовать, в общем, для своей работы вот именно вот эту краску. Ну что ж, понеслась. Будем пробовать красить. Вот ванночка, вот кисточка. Заклеили скотчем места там, где нам не нужно красить. Даже незаметно, что она есть. Так, ладно, кисточка одно. Хочу попробовать варик. Дадим подсохнуть, и потом еще пройдемся второй раз. Ну, а теперь попробуем покрасить место, где у нас не будет шпаклеваться. Так, вот так выглядит первый слой. Что ж, подождем, полно высыхания, и потом посмотрим, как он у нас окроется вторым слоем. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»